Ребята, всем привет! Мы говорим шепотом, потому что нам нереально страшно, хотя, если честно, я до сих пор думаю, что это неправда. Пытаюсь хотя бы думать, что это неправда. Ну, я, по крайней мере, в интернете находила разные истории про этого Сирена Голового. И я нашла две истории, ну, как я, Лера мне их скинула, типа, я прочитала и была шепотом. Мы просто все команды искали, и просто я успела заскринить, а тут не ловит интернет, ну, тут реально не ловит интернет. А я, который истории скинула, я сбросила Дарине. В общем, вообще, впервые Сирена Голового увидели в 1966 году. Его увидела семья на кладбище, проезжая на машине. Тихо, я вас перебью. Ребята, чтобы вы понимали, вот это поле. Да. Там дома, поле и кладбище. То есть семья увидела на кладбище, проезжая на машине. Офигеть, и вон там вот кладбище. Ладно, окей. В следующий раз его увидели лишь спустя почти 30 лет. То есть тысяча... Кто же слышал? Ладно. Здесь нам покажут. Короче, я подумаю, если что вдруг, давайте в деревьях прятаться на вариант. Я не знаю. Короче, ложимся здесь под дерево. Окей. В следующий раз его увидели... Салази на дерево. Вот. Вот, да, точно. Салази на дерево. В следующий раз его увидели лишь в 1995 году, то есть почти 30 лет спустя. Молодой человек по имени Чет рассказал, что он тогда отправился вместе со своими друзьями в поход, в местный лес, где наткнулся на Сиреноголового. Как рассказывал Чет, его друзей схватило что-то очень большое, быстро перемещающееся мимо деревьев и пытающееся подражать их голосам. То есть он очень-очень-очень быстрый. И подражает голосам. Вот говорят, что типа или он как бы к сиреной это всё делает, или когда говорит с кем-то, или что-то типа такого, или кидает вообще слова на ветер немедленное. Да. А вообще-то нашли в лесу практически непридимым. Его друзья по сей день числятся пропавшему без вести. Так. Я была в шоке реально, когда я читала эту историю. Вот. И вот есть ещё одна история. Это девушка. Ну, своего, с другого лица. Тогда она была в отпуске со своим мужем. Проезжая мимо кладбища, она видела это. Стоящее на старом кладбище, большое, похоже на старый, жуткий телефонный стоп. Может, это какое-то странное произведение искусства. Только она вышла из машины, микрофоны на голове этого свизгом ожили. 9, 18, 1, ребёнок, 17, удалить, подлый, жужжащий, двойный голос выкрикивал ей случайные слова. В этот момент оно пришло в движение и зашагало вниз по склону в её сторону. В общем, это очень страшно. Здесь ещё есть фотка. Тут очень-очень плохо его видно, конечно, как ребята видели. Сейчас. Тут, наверное, оно так плохо видно. Да, мне то, что кажется. Ребята. В общем, чтобы вы понимали, мы не сами сюда пришли, нам с... Это, по-моему, это на уже зал. Блин, да. А знаете, типа, сиренок головы может пародировать и по голосам. Вот, то есть фотку. И, чтобы вы понимали, мы сюда пришли не сами, мы сюда пришли должны... Давайте залезем на дерево. Её моё. Там идёт, там бежат собаки, бегут собаки. Я... Мне стало страшно, я решила залезть... О, мы с девчонками залезем на дерево. Потому что там бегут собаки, а я, как бы, не люблю собак, но все боимся собак. Ну, как сказать, не все, но просто это... Ну, просто это бойцовские собаки. Тихо. Я тебе на ногу наступила? Да. Прости. В общем, я вообще не понимаю суть, зачем мы сюда... На, возьми. Я вообще не понимаю... Стой, 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 стой. Решай. Ой, давайте просто на корочке прислать. Да, давайте, согласно. В общем, я вообще, типа, не могу понять, ну, зачем мы сюда пришли. Нас позвали сюда мальчики. Мы пришли раньше, мальчиков нет, если очень сильно страшно. Вот там вот как... Кстати, посмотрите туда. Видите, вдалеке? Становится страшно, блин, капец. Пипец, просто. Я не знаю, самое главное, где мальчики. Я вам сейчас покажу. Вот тут вот... Вот тут вот идет поселок. Вот. Вот там вот идет один дом, Че-2. И кладбище, и... Че-2. В общем, если честно, очень страшно. О, наконец-то, мальчики, давайте быстрее. Привет. Тихо, 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 тихо. Это очень страшно. Да, конечно, это я ему ждала. У нас там дома забирается. Ну, извини. Ну, извини. Как лучше поколбовались. А теперь смысл мы сюда пришли. Давайте сядем. Ну, я пошла погулять. Погулять? Здесь погулять? То, что здесь было в прошлый раз? Ты хочешь просто здесь погулять? Пожалуйста, мне кажется, что неадекватно, вот честно. Да, а что не так? Ну, это нормально. У тебя есть мозги, батон, объясни мне? Убрать, ты умная. Девчонки, это дрель. Да я знаю, что это дрель. Ты понимаешь, что сиреноголовый может пародировать звуки и как бы погулять? Это не очень классное место. А еще, шума боится, девчонки, запомните. Шума боится? Да, громкого шума. Да, Лера, тут такая, давайте тихо. Мне кажется, наоборот, что она нас услышит и придет к нам. Мы когда его увидим, будем на него кричать. Он испугался. Я далеко заходить не буду, я хочу, во всяком случае, вернуться потом обратно. Конечно, издевай. Я не знаю, батон, что у тебя на голове, в этом месте, где тут пишут всякие истории, там находится дальше кладбище, и очень страшно. Это когда-то не показалось или не показалось? Тебе показалось, не дай бог. Мне кажется, до сих пор, что это неправда, что, может быть, нам, в детки, не отстаем. Да, может быть, какой-то пранк. Тогда, когда шиши, приходили, ну, вы же вот слышали. Ну, мало ли, мало ли, может быть, это какой-то шут, может быть, это пранк. Да, может, над нами кто-то прикалывался, я не знаю. Может, это нет, мы же его правда слышали. Вообще, очень страшно. Вон, я вам могу показать, что... Тихо. Я вам могу показать, вот там и дальше поле, чтобы, я не знаю, видом вам или нет. То есть, какой-то подъем. То есть, блин, это очень страшно, если честно. Да, мне так плохо. Согласна. Горе пересохло. Да, кстати. Каждая, уши ищи. Короче, я не хочу идти дальше, идемте обратно на наше место. Короче, батон, я не хочу ни на какую идти прогулку. Все, мы сейчас собираемся и идем домой. Прогулка. Первый раз уж позвал просто прогуляться и так получилось. Это тупая прогулка. Батон, это реально... Батон, где прогуляться? Здесь прогуляться? Ты, я не знаю, на что тебя тянет твоя попа, на какие-то приключения, но тут очень страшно. Реально очень стремно. Тут, блин, не гулять нужно, тут надо отсюда убегать нужно. Тут очень странные звуки. Мы только что... Просто вас, мальчики... Не интересно, кто здесь ходит вообще? Мальчики, просто вас не было, мы тут такие истории читали, очень... Истории? Да, истории, которые реально люди видели, люди слышали, которые реально происходили. Мы тоже слышали. Меня так напрягает этот звук. Да, согласна. А сдалека... Ну, это вообще очень стремно. Я вам отвечаю. Ой-ой-ой, у меня сразу колючек уже в кроссовке. Жесть. Все на месте? Да. Все сейчас берем и уходим. Понятно? Я согласен, да. Все. Ой, слушайте, ребят. Опять. Все. Идем. Куда ты пошел? Стоять! Да кто тебя зовет, ты дурак? А, сожди, сошди, слетели. Все, уходим, 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 уходим. Дурак какой-то. Идемте быстрее, пожалуйста. Пошли здесь. Дураки, мне все равно на них. Я, честное слово, хочется уходить, а не убегать. В общем, ребята, я никого с тобой не делаю. Они... Он убежал. Короче, ребята, если вам понравилось это видео, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. Мы вас любим. Очень желаю вас в своем поддержке. Да, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok